В Могилёве насчитывается около полусотни различных музеев. Это художественные, исторические, отраслевые, школьные, и в каждом из них хранятся уникальные экспонаты. Экспозиция Музея истории Могилёвского отделения Белорусской железной дороги за 47 лет пополнилась редкими артефактами. Например, здесь можно увидеть прототип смартфона, которому почти 70 лет. Добро пожаловать в наш музей истории Могилёвского отделения Белорусской железной дороги. Начинаем! Экспозиция Музея разместилась в трёх больших залах. Почти две тысячи экспонатов рассказывают историю Могилёвской железной дороги, которая началась в 1902 году. Многочисленные документы, фотографии и уникальные экспонаты, которые можно потрогать. У меня в руках металлический сундук. Как правило, им пользовались машинисты. А вы знаете, как это называется? Называется шарманка. Здесь машинист хранил продукты питания. Пространство музея разделено на три исторических периода. Дореволюционный, СССР, современность. И каждый период развития железнодорожного движения в Могилёвской области интересен по-своему. А вы знали, что у железнодорожников когда-то был даже свой паспорт? Это паспорт 1937 года, 1934 даже этот. По нём можно было ехать в любую точку мира, то есть по заграницам. Не нужно было никаких виз, ничего. Просто этот паспорт и поехали. Соберётесь на экскурсию в Музей истории железнодорожного дела, планируете посвятить ей не меньше пары часов. Здесь удивляет каждый экспонат. Например, вот это устройство под названием «Жезловый аппарат». С помощью которого регулировалось движение, чтобы поезда не столкнулись между собой. То есть это получается своего рода компьютер, который управлял... Можно и так сказать. Да, вот такой компьютер, который был обязательно на каждой станции. Такие механические компьютеры были в ходу в эпоху паровозов. В эпоху тепловозов для регулировки движения стали использовать электрические пульт-табло. Это вот первый ксерекс, который работал у нас на отделении. Назывался «Ротатор». И здесь вручную набирался шрифты были, вот смазка идёт, бумага закладывалась, прогонялась. И потом, после отпечатки, она просушивалась. Вы когда-нибудь видели спидометр тепловоза 70-х годов? Вот, пожалуйста, он есть. И, судя по цифрам, тепловозы разгонялись до 150 километров в час. Больше всего внимания в Музее истории Могилёвского отделения Белорусской железной дороги уделено советскому периоду. Средства связи, сигнализации, аппараты и устройства, которые работали десятки лет и до сих пор находятся в исправном состоянии. Так, чаусы-перемножник. Это что такое? Ну, вообще, этот аппарат, можно его сказать, два в одном, телеграф-телефон. Это смартфон того времени? Ну, наверное, да. Точно. Дежурный по станции посылал, при отправлении поезда, посылал сообщение с помощью этого аппарата, какой поезд отбыл, когда встречаться, каким брузом или пассажирский и так далее. С помощью рычажков устанавливалась связь с нужной станцией. Ну, а самый взрослый экспонат музея на сегодняшний день – этот станционный колокол. Он был отлит в 1902 году. В будущем музей планирует обновить свою экспозицию, ведь на сегодняшний день в «Запасниках» ждут в своей очереди более 6 тысяч документов и предметов, связанных с историей Могилевского отделения Белорусской железной дороги.